Изба читания Ильф и Петров Одноэтажная Америка Страшный город Чикаго Прошла неделя после выезда из Нью-Йорка Постепенно нас выработала система путешествия Мы ночевали в кемпах или турист-гаузах То есть обыкновенных обывательских домиках Где хозяева сдают проезжим недорогие чистые комнаты С широкими и удобными постелями На которых обязательно найдешь несколько толстых и тонких Шерстяных бумажных и лоскутных одеял С зеркальным комодиком Стулом-качалкой, стенным шкафом Трогательной катушкой ниток, сводкнутой в нее иголкой И библией на ночном столике Хозяева этих домиков Рабочие, мелкие торговцы и вдовы Успешно конкурируют с гостиницами Приводя их владельцев в коммерческую ярость Мы часто встречали на дороге Рекламные плакаты отелей Довольно нервно призывающие путешественников Опомнится вернуть свое расположение гостиницам Пусть ваше сердце наполнится гордостью Когда вы произнесете имя отеля, в котором остановились Это были завалированные выпады Против безымянных турист-гаузов и кемпов Нет, нет, сэры Говорил мне стирадом Когда спускались в сумерки Нужно было подумать о ночлеге Я спрашиваю серьезно Вы хотите, чтобы ваше сердце наполнилось гордостью? Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью А кошелек пропорционально опустошается Нет, мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью И как только становилось темно На наш машинный кар подъезжал Резиденшал под очередного маленького городка Каких-нибудь Сиракуз или Вены Мы останавливались возле домика Отличающегося от остальных домиков Только плакатом Комната для туристов Входили внутрь и нестройным хором произносили Ха-ю-ду-ю-ду Здравствуйте Сейчас же ответ слышал Ответная Ха-ю-ду-ю-ду Из кухни появлялась пожилая особа В переднике с вязанием в руках Тут на сцену выступал мистер Адамс Любопытство которого мог бы позавидовать Ременок или судебный следователь Маленький, толстый, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу И обтирая платком бритую голову Он методично выжимал из хозяйки Обрадованные случаем поговорить Все городские новости Шурлии Восклицал он Узнав, что в городе 2000 жителей Что вчера была лотерея Что местный доктор собирается жениться И что недавно произошел случай детского пролеча Шурлии, конечно Он расспрашивал хозяйку Давно ли она вдовела Где учатся дети Сколько стоят мяса И сколько лет Осталось еще вносить в банк деньги за дом Мы уже давно лежали в своих постелях На втором этаже А снизу все еще слышал Шурлии, Шурлии Потом до наших ушей доносил скрип деревянных ступенек Лестницы Мистер рядом сподумался наверх И минуту стоял у дверей нашей комнаты Ему безумно хотелось поговорить Мистер И спрашивал он Вы спите? И получив ответа шел к себе Зато утром ровно в 7 часов Осуществляя свое неоспоримое право капитана И глава экспедиции Он шумно входил в нашу комнату В свежей выбритых подтяжках С капельками воды на бровях И кричал Вставать, вставать, вставать Гуд моннин, сэр И начинался новый день путешествия Мы пили помидорный сок И кофе в толстых кружках Ели гэмпэнг Энг Эг Яичный со скуском ветчины В безлюдном и сонном В этот час маленьком кафе на Мэйн-стрит И усаживались в машину Мистер рядом Только и ждал этого момента Он поворачивался к нам И начинал говорить Говорил почти без перерыва весь день Он вероятно согласился с нами ехать Главным образом потому Что чувствовал в нас В нас хороших слушателей и собеседников Но вот что самое замечательное Его никак нельзя было назвать болтуном Все что он говорил Было интересно и умно За два месяца пути Он ни разу не повторился Он обладал точными знаниями Почти во всех областях жизни Инженер по специальности Он недавно ушел на покой Жил на маленький капитал Добавший скромные средства Их жизни и независимость Которого он очень дорожил И без которой очевидно Не смог бы просуществовать ни минуты Только случайно Я не сделался капиталистом Сказал нам как-то мистер Адамс Нет, нет, нет Это совершенно серьезно Вам это будет интересно послушать В свое время я мечтал сделаться богатым человеком Я зарабатывал много денег И решил застраховать себя таким образом Чтобы получить к 50 годам Крупные суммы от страховых обществ Есть такой вид страховки Надо было платить колоссальные взносы Но я пошел на это Чтобы старости стать богатым человеком Я выбрал два самых почтенных страховых общества в мире Петербургское общество Россия И одно честнейшее немецкое общество Мюнхене Сэр, я считал, что если даже весь мир к черту пойдет То в Германии и России ничего не случится Да-да-да, мистеры Их устойчивость не вызывала никаких сомнений Но вот В 917 году у вас произошла революция И страховое общество России перестало существовать Тогда я перенес все свои надежды на Германию В 922 году мне исполнилось ровно 50 лет Я должен был получить 400 тысяч марок Сэр, это очень большие и колоссальные деньги И в 922 году я получил от Мюнхенского страхового общества Такое письмо Весьма уважаемый Гайр Адамс Наше общество поздравляет вас с достижением вами 50-летнего возраста Перелагает чек на 400 тысяч марок Это было честнейшее в мире страховое общество Но-но-но, сэр Слушайте, это очень-очень интересно На всю эту премию я мог купить только одну коробку спичек Так как в Германии в то время была инфляция И по стране ходили миллиардные купюры Уверяю вас, мистер, капитализм это самая зыбкая вещь на земле Но я счастлив Я получил самую лучшую премию Я не стал капиталистом У мистера Адамса было легкое отношение к деньгам Немного юмора и совсем уж мало уважения В этом смысле он совсем не был похож на американца Настоящий американец готов отнестись юмористически ко всему на свете Но только не к деньгам Мистер Адамс знал множество языков Он жил в Японии, России, Германии, Индии Прекрасно знал Советский Союз Он работал на Днепрострое, Старинграде, Челябинске И знание старой России позволило ему понять советскую страну так, как редко удается понять иностранцам Он ездил по СССР в жестких вагонах Вступал в разговор с рабочими и колхозниками Он видел страну не такой, не только такой, какой она открывалась его взору Но такой, какой она была вчера и какой она станет завтра Он видел ее в движении И для этого изучил Маркса и Ленина, читал речи Сталина и выписывал правду Мистер Адамс был очень рассеян Но это была не традиционная круткая рассеянность ученого А бурная агрессивная рассеянность здорового любознательного человека Увлекающегося каким-нибудь разговором или какой-нибудь мыслью И забывающего на это время весь мир Во всем, что касалось поездки Мистер Адамс был необычайно осторожен и уклончив Сегодня вечером приедем в Чикаго Говорила миссис Адапс Ну-ну-ну, Бекки, не говори так Может, приедем, а может, не приедем, отвечал он Позвольте вмешивались мы Но до Чикаго осталось всего 100 миль Если считать, что мы делаем в среднем 30 миль в час Да-да-да, сэр, промотал мистер Адамс О, но еще ничего не известно То есть, как это неизвестно Сейчас 4 часа дня Мы делаем в среднем 30 миль в час Таким образом, часам к 8 мы будем в Чикаго Может, будем, а может, не будем Да-да-да, сэр, серьезно Ничего не известно О, но Однако, что нам помешает быть в Чикаго к 8 часам? Нет-нет-нет, нельзя так говорить Было бы просто глупо так думать Вы не понимаете этого Да-да-да, сэр Зато о мировой политике он говорил уверенно И не желал слушать никаких возражений Он заявлял, например, что война будет через 5 лет Почему именно через 5 лет? Почему не через 7? Нет-нет, мистер, ровно через 5 лет Ну почему? Не говорите мне почему Я знаю, нет, серьезно Но я говорю вам, война будет через 5 лет Он очень сердился, когда ему возражали Нет, не будем говорить, воскликнул он Просто глупо и смешно думать, что война будет не через 5 лет Ладно, приедем сегодня вечером в Чикаго И тогда поговорим об этом серьезно Да-да-да, сэр Нельзя так говорить Сегодня вечером мы приедем в Чикаго О, но Может приедем, а может не приедем Недалеко от Чикаго наш спидометр показал первую тысячу миль Мы крикнули Ура-ура-ура Кричал мистер Адамс Возбужденно подпрыгивая на своем динамике Вот-вот, мистер Теперь я могу вам совершенно точно сообщить Мы проехали тысячу миль Да-да, сэр Не может быть проехали А наверняка проехали И так будет точнее Каждую тысячу миль нужно было сменять машине масло и делать смазку Мы останавливались возле сервиса Station Которая в нужную минуту обязательно оказалась под боком Нашу машину поднимали на специальном электрическом станке И покуда мастер полосатой фуражки выпускал темное загрязненное масло Наривал новое, проверял тормоза и смазал части Мистер Адамс узнавал, сколько он зарабатывает Откуда он родом и как живет людям в городке Каждое, даже мимолетное знакомство доставляло мистеру Адамсу большое удовольствие Этот человек был создан, чтобы общаться с людьми, дружить с ними Он испытывал одинаковое наслаждение от разговора с официантом Аптекарем, прохожим, от которого узнавал дорогу Шестилетним негритенком, которого называл сэр Хозяйкой туристгауза или директором большого банка Он стоял, засунув руки в карманы летнего пальто и поднял воротник без шляпы Посылка в Детройк почему-то не пришла И жадно поддакивал собеседнику Шурли, я слушаю вас, сэр Так, 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 но это очень-очень интересно Шурли, ночной Чикаго, к которому мы подъехали по широчайшей набережной Отделяющей город от озера Мичиган показался ошеломительно прекрасным Справа была чернота, насыщенная мерным морским шумом разбивающегося берег волн По набережной, почти касаясь друг друга, в несколько рядов с громадной скоростью катились автомобили Заливая асфальт бриллиантовым светом фар Слева на несколько миль выстрелились небоскребы Их светящиеся окна были обращены к озеру Огни верхних этажей небоскреба смешивались со звездами Объясновались электрические рекламы Здесь, как в Нью-Йорке, электричество было дрессированное Прославляло оно тех же богов Кока-Колу, виски Джонни Уокер, сигареты Кэмел Были надоевшие за неделю младенцы Худой младенец, который не пьет преселеного сока И его благоденствующий антипод Толстый добрый младенец, который, оценив усилия фабриканта сока Поглощает его лошадиную дозу Мы подкатили к небоскребу с белой электрической вывески Стивенс Отель Судя по рекламному проспекту, это был самый большой отель в мире С тремя тысячами номеров, огромными холлами, магазинами, ресторанами, кафтерями, концертами и бальными залами В общем, отель был похож на океанский пароход Весь комфорт которого приложен к нуждам людей На некоторое время вовсе отрезанных от мира Только отель был гораздо больше В нем, вероятно, можно было прожить всю жизнь, ни разу не выходя на улицу Так как в этом не было никакой необходимости Разве только погулять? Но погулять можно по плоской крыше отеля Так даже лучше, чем на улице, не отрискай попасть под автомобиль Мы вышли на набережную, которая носит название Мичиган-авеню Несколько раз удовольствием выглядели этот замечательный проспект И выходящие на него парадные фасады небоскреба Свернули в первую перпендикулярную набережную улицу И внезапно остановились Нет, 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 сэр, закричал Адам с восхищенным нашим удивлением Вы не должны удивляться Оно, это и есть Америка Нет, серьезно, было бы глупо думать, что чикасские мясные короли Построят вам здесь санаторий Улица была узкая Не слишком светлая, удручающе скучная Ее пересекали совсем уже узенькие, темные, замоченные булыжником грязные переулки Настоящие трущобы С почерневшими кирпичными стенами домов, пожарными лестницами и с мусорными ящиками Мы знали, что в Чикаго есть трущобы Что там не может не быть трущоб Но что они находятся в самом центре города, это была полнейшая неожиданность Походило на то, что Мичиган-авеню лишь декорация города И достаточно ее поднять, чтобы увидеть настоящий город Это первое впечатление, в общем, оказалось правильным Мы бродили по городу несколько дней Все больше и больше поражаясь бессмысленным награждением составляющих его частей Даже с точки зрения капитализма, возводящего в закон одновременное существование на земле богатства и бедности Чикаго может показаться тяжелым, неуклюжим, неудобным городом Едва ли где-нибудь на свете рай и ад перемещались так тесно, как в Чикаго Рядом с мраморной и гранитной облицовкой небоскребов на Мичиган-авеню Омерзительные переулки грязные и вонючие В центре города торчают заводские трубы И проходят поезда, окутывая дома паром и дымом Некоторые бедные улицы выглядят так, как после землетрясения Сломанные заборы, покосившиеся крыши дощадных глачуг Криво подвешенные провода Какие-то свалки ржавой и металлической дряни Расколоченные унитазы и полуслевших подметок Замурзанные детишки в лохмоте И сейчас же в нескольких шагах Превосходная широкая улица, усаженная деревьями И застроенная красивыми особняшками С зеркальными стеклами Красными черепичными крышами Покардами и кадиллаками у подъезда В конце концов, это близкое соседство ада Делает жизнь в раю тоже не очень-то приятной И это в одном из самых богатых Едва ли не самых богатых в городе мира По улицам мечутся газетчики с криком Убийство полицейского! Налет на банк! Сыщик Томас убил на месте гангстера Джеймса По прозвищу Малютка Гангстер Филиппанс по прозвищу Ангелочек Убил на месте сыщика Паттерсона Арест рикетира Кидна на Мичиганавеню В этом городе стреляют Было бы удивительно, если бы здесь не стреляли Не крали миллионерских детей Вот это и есть киднап Не содержали бы тайных публичных домов Не занимались рэкетом Рэкет самая верная и доходная профессия Если ее можно назвать профессией Нет почти ни одного вида человеческой деятельности Которого бы не коснулся рэкет В магазин входят широкопречные молодые люди В светлых шляпах И просят, чтобы торговец аккуратно Каждый месяц платил бы им Молодым людям в светлых шляпах дань Тогда они постараются уменьшить налог Который торговец уплачивает государству Если торговец не соглашается Молодые люди вынимают ручные пулеметы И машинган И принимаются стреляя в прилавок Тогда торговец соглашается Это рэкет Потом приходят другие молодые люди И вежливо просят, чтобы торговец платил им дань За то, что они избавят его от первых молодых людей И тоже стреляют в прилавок Это тоже рэкет Работники желтых профсоюзов Получают от фабрикантов деньги за срыв забастовки У рабочих они же получают деньги за то, что устраивают их на работу И это рэкет Артисты платят 10% своего заработка Каким-то агентам по найму рабочей силы Даже тогда, когда достают работу сами И это рэкет Доктор по внутренним болезням Посылает болидного печени к зубному врачу Для консультации И получает от него 40% гонорара Того же рэкет А бывает так Это рассказал нам один чикагский доктор Незадолго до выборов в Конгресс штата Иллинойс Сказал доктор Ко мне домой пришел человек Которого я никогда в жизни не видел Это был Политейшн Из республиканской партии Политейшн это делец, человек, профессией которого является низкая политика Политика для него заработок Я ненавижу тип этих людей Мордатых, грубых, наглых Обязательно у них во рту слюнявая сигара Шляпа надета через что-то на бекрень Тупые глазища и фальшивые песни над толстым пальцем Гот морен, док Сказал мне этот человек Здравствуйте, доктор За кого вы думаете голосовать? Я хотел дать ему морду и выкинуть его на улицу Но с размером ширину наших плеч Понял, что если кто и вылетит на улицу То, скорее всего, это буду я Поэтому я скромно сказал, что буду голосовать за того кандидата Который мне больше понравится Хорошо, сказал Политейшн У вас, кажется, есть дочь, и она уже 4 года дожидается места учительницы Я говорил, что есть И дожидается Так вот, сказал мой непрошлый гост Если вы будете голосовать за нашего кандидата Мы постараемся устроить вашу дочь на работу При этом мы ничего твердо не обещаем Но если вы будете голосовать за нашего противника То уж точно тут могу твердо сказать Никогда ваша дочь не получит работу Никогда она не будет учительницей На этом разговор уехал и закончился До свидания, доктор, сказал он на прощание В день выборов я за вами заеду Ну, конечно, я очень сердился Даже страдал, возмущался этим бесстыдством Но в день выборов он действительно заехал за мной на автомобиле А перед дверь моего дома просунулась его толстая сигара Good morning, док, сказал он Могу вас подвезти к избирательному пункту И вы знаете, я с ним поехал Я подумал, что в конце концов Мне все ли равно, кто будет избран Демократ или республиканец А дочь, может быть, получит работу Я еще никому не рассказывал об этом, кроме вас Было стыдно Но вот такой политической жизнью Живу не я один Всюду рэкет Всюду оказывается принуждение В той или иной форме А если хочешь быть по-настоящему честным То надо стать коммунистом Но для этого сейчас нужно все принести в жертву Мне это трудно Чикагский рэкет Это самый знаменитый рэкет в Америке В Чикаго был мэр по фамилии Чермак Он вышел из рабочих Побывал в профсоюзных вождях И пользовался большой популярностью Он даже дружил с нынешним президентом Рузвельтом Они даже называли друг друга первым именем Так сказать На ты Он Рузвельта Фэнк А Рузвельт его Тони Рабочие говорили о нем Тони наш рабочий человек Уж этот не подведет Газеты писали о трогательной дружбе президента с простым рабочим Видите дети Чего можно достичь в Америке Человек своими мозолистыми руками Года два или три назад Чермака убили После него остались 3 миллиона долларов И 50 тайных публичных домов Которые оказывается держали застропные Тони И так Мэром Чикаго некоторое время был рэкетир Из этого факта вовсе не следует Что все мэры американских городов рэкетир И уж вовсе не следует Что президент Соединенных Штатов Дружит с негодяями Это просто исключительное стечение обстоятельств Но случай с чермаком Дает прекрасное представление о том Что собой представляет город Чикаго В штате Иллинойс В первый вечер в Нью-Йорке Мы были встревожены Его нищетой и богатством Здесь же в Чикаго Человек охватывает чувство гнева на людей Которые в погоне за долларами Выстроили в плодородные прерии На берегу полноводного Мичигана Этот страшный город Невозможно примириться с мыслью о том Что город возник не в результате бедности А в результате богатства Необычайного развития техники Хлебопастов и скотоводства Земля дала человеку все Что только можно было от нее взять Человек работал с усердием Умением, которое можно только восхищаться Выращено столько хлеба Добыто столько нефти Выстроено столько машин Что всего этого хватило бы Чтобы удовлетворить половину земного шара Но на обильной унавоженной почве Вырос наперекор разуму Громадный уродливый ядовитый гриб Город Чикаго в штате Ильиной Это какое-то торжество абсурда Тут совершенно серьезно начинаешь думать Что техника в руках капитализма Это нож в руках сумасшедшего Ладно, дальше потом Громадный уродливый ядовитый гриб Громадный уродливый ядовитый гриб